Вот уже более 7 часов спасатели пытаются потушить крупный пожар на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Пока смогли сбить только открытое горение, но задача крайне сложная. Горит энергоблок. При проведении сварочных работ на корабле искра попала в отсек с мазотом, поэтому буквально сразу все накрыло густым черным дымом. 10 человек из состава экипажа получили отравление угарным газом. Илья Андреев с последней информацией. Из-под палубы валят клубы плотного черного дыма. Обычно так горит дизельное топливо. С тушением пришлось торопиться. В Мурманске полярная ночь. Слабый сумеречный свет тут появляется всего на 4 часа. Работать в темноте спасателям было бы тяжелее. Какой ущерб «Адмиралу Кузнецову» нанес огонь, еще только предстоит выяснить. Корабль стоял в доке на берегу после того, как год назад он попал в другое ЧП. В прошлом октябре во время аварии затонул плавучий док. И на крейсер упал один из кранов, повредив его палубу и обшивку. Причиной чрезвычайного происшествия сегодня, по предварительной информации, мог стать человеческий фактор. При проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков. Группа военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован. А также произведена эвакуация рабочих завода. Боеприпасов и вооружения на корабле нет. Адмирал Кузнецов — единственный корабль в своем классе в ВМФ России. Он может нести на борту 28 боевых самолетов и 24 вертолета одновременно. Кроме того, на его вооружении 12 палубных установок тяжелых ракет «Гранит», бьющих на 700 километров, что позволяет кораблю считаться не просто авианосцем, а авианесущим крейсером. Боевое крещение корабль прошел в Сирии три года назад. Тогда летчики адмирала Кузнецова выполнили 420 боевых вылетов и уничтожили более тысячи объектов террористических группировок. После этого крейсер начали модернизировать. Снова встать в строй он должен в 2021 году. Илья Андреев, Ирина Близнюк, Юрий Рублев, Первый канал.